Разлагаются, чтобы проще было понять, на три вида. Ребята из третьего класса первой школы оказались экологически подкованы. В красных галстуках со значками школьники-участники программы «Орлята России» и «Вопросы экологии» изучают не только по учебнику. Они уже принимали участие в субботниках, собирали макулатуру и сажали деревья. А сегодня стали участниками необычного эко-урока, который провела руководитель регионального оператора «Бийской зоны» Олеся Терышкина. Мы зачастую, наверное, недооцениваем своих детей. Мы оцениваем их как маленьких, которые еще многого не понимают. Потом видим их с обратной стороны и понимаем, что это уже такие маленькие взрослые. И они несут полную ответственность за то место, где они проживают. И они очень много думают о том, как сделать наш мир чуточку лучше. Дети играли одно из заданий – правильно разделить по фракциям мусор. Разгадывали загадки, смотрели видеоролики и вырабатывали экологические привычки. Я запомнила печатать на принтере с двух сторон листа бумаги. Еще я запомнила вместо батареек использовать аккумуляторы. И отдельно собирать пластиковые бутылки. Почему важно заниматься раздельным сбором мусора? Что можно создать из фторсырья? Сколько времени разлагаются пищевые отходы? Этих детей интересовало все. Если мы не будем убирать мусор или его не перерабатывать, эти отходы нужно обязательно сдавать. Есть люди, допустим, в просаду обычный бак. Потом это просто выкидывают и все. И потом просто на свалке. Я вот когда езжу к бабушке, я эту свалку вижу. Вот там надо где-нибудь завод построить, чтобы это все сортировали, уборщики. И вот сдавали перерабатывающие. Чтобы они там специальную машину сдавали. Про жвачку. Жвачка, она производится от нефти. Это не полезная вещь, потому что это из нефти. А нефть... Жевать будешь? Нет. 40 минут пролетели незаметно. По словам Олеси Терышкина, ее часто приглашают в школу. Экологические проблемы – актуальная тема для современных детей. Именно молодое поколение бийчан готово начать ее решать и приобщать к этому взрослых. Своих родителей, бабушек и дедушек. Олеся Бедрева, Сергей Бертман. Будни.